Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Вот пришла прекрасная пора, когда пошел урожай. Хоть какой-то огурчики, помидорчики. И кабачки у меня уже есть, маленькие, но уже есть. И баклажанчики. И первые перчики. Так что все вроде бы неплохо. Хотя стоит страшная засуха. И большие перепады температур частые тоже мешают растениям выжить. Ну что такое ночи? Плюс семь всего-навсего. Корневая система в это время уже не работает, растения не растут ночью, а только днем. Поэтому все позже и происходит в этом году. В прошлом году у меня первые помидоры поспели 3 июня. Так было из года в год. А сегодня вот только что, 10 июня, первые помидоры снимают. Вот они какие красавицы, посмотрите. Вот помидоры, это гибрид инфинити. А это вот бонни-эм, малютки, которыми уплотнила посадки. Здесь вот воскорослые томаты. Внизу листья убрала, место свободное. Туда подсадила маленькие кустики бонни-эм. Скороспелочки, пусть мелкие. А чем место-то пропадать? Сколько кустов бонни-эм надо посадить, чтобы получить один плод инфинити? Прежде чем подкармливать, огурцы оборвем урожай. Это закон. Чтобы лишние нитраты не впитывали плоды. Вот неделю назад горчицу сеяли для того, чтобы не было корневых гнилей у огурцов. Вот, знаете, вся взошла. Дальше смотрим на что. Теневые листья огромные, а завязей немного. Поэтому надо приостановить бурный рост. Хватит подкормок азотом, то есть из бочки с сорняками давать. Будем давать залу это во-первых. И во-вторых, отпустим теперь часть пасынков. Оставим лист и плод. Вот у этого куста нормальная нагрузка, по две завязи из каждого узла. Поэтому здесь пасынки-то можно убрать. А вот соседний ку, смотрите, жирует. У него по одному огурчику. А сорт тот же самый, вернее, гибрид, чародей. Посмотрите, что творит. Не хочет давать нам хорошего урожая. Что мы делаем? Мы приостановим его рост. Каким образом? Вот этот пасынок уже весь не удаляем. Удаляем только верхушку. Оставляем лист и огурчик. Многие жалуются, что тля на огурцах. Я уже много раз говорила, но под каждый кустик поставьте по ампуле абсолют приманки. Прикройте от дождей, если они в открытом грунте. Да даже и здесь степлицы прикрываю дощечкой, потому что могу не заметить сослепуты, да и полить огурцы вместе с абсолют приманкой. А как она выручает не только тлинет, что я заметила в этом году. Ее едят все вредители. Вокруг ампулы часто вижу лежат трупики овощных клопов, которых мы называем солдатиками. Капсула с абсолют приманкой ставьте поближе к стеблю огурца, потому что здесь мы никогда не поливаем. Здесь не должно быть воды. Поливаем вот вокруг кустов, иначе будут корневые гнили. Вот сюда в сухое место и поставьте абсолют приманку. И все будет чистенько. Так же вокруг каждого дерева. Добрый день, садоводы-огородники. В прошлой передаче мы затронули тему по борьбе с комарами, которые досаждают нас на наших участках. Напоминаю вам, чтобы комары не досаждали вас, нужно обработать участок профессиональными концентратами Агран или Циперметрин-25. Концентраты разводятся в воде согласно инструкции и опрыскиваются любой распылительной аппаратурой. Обработку лучше проводить в безветренную погоду при положительном погодном прогнозе. Отсутствие дождя 2-3 дня после обработки. Концентраты Агран и Циперметрин выпускаются как в крупной фасовке от 1 литра, так и в небольшой фасовке, которой хватит для обработки ваших 6 соток 50 мл. Кроме того, рекомендую вам использовать на отдыхе и при работе на участке репелленты на основе ДЭТЫ, которые наносятся на кожу и одежду. Представляем вашему вниманию репеллент Абсолют 50. Это средство замечательно тем, что содержит максимально разрешенную Роспотребнадзору концентрату ДЭТЫ 50%. Такая концентрация позволяет Абсолют 50 защищать нас не только от комаров и мошек, но также и от клещей. Длительность защитного действия у Абсолют 50 самая высокая. 4-12 часов при нанесении на кожу, а при нанесении на одежду и другие тканевые изделия от клещей до 5 суток, от комаров до 30 суток. Также представляем вам линейку средств Комарова. В нее входит Комарова спрей с содержанием ДЭТЫ 22%. Наносится спрей на кожу и одежду и защищает до 4 часов. Флакон 100 мл будет достаточно для многократного пользования всей семьей. Комарова крем в тубе 50 мл предназначен для защиты от укусов комаров при нанесении на кожу. Крем легкий, не создает ощущение жирности. Содержание ДЭТЫ 8% обеспечивает защиту на 2-3 часа. Может быть использован детьми старше 3 лет. Ну и если вы вдруг не успели воспользоваться защитными средствами и комары вас покусали, воспользуйтесь бальзамом после укуса Комарова. Бальзам эффективно снимает зуд и раздражение. Приятно охлаждает место укуса и способствует быстрому заживлению. Также эффективен при ожогах крапивой и после контакта с медузами. Его также можно использовать детям даже более младшего возраста. Желаю вам комфортной работы на ваших дачных участках. Обтовый центр «Зеленый остров» представляет средства для борьбы с муравьями, а также с комарами, мухами и клещами. Наш адрес. Улица Свободы, 180, тропь Кузнецкая, 31. Телефон 954-00-52. И вот еще о чем хотела сказать, говоря об урожае. Товарищи, почему до сих пор сидите без редиски? Ну вот половина села ко мне ходят и просят, дай редисочки на окрошку. Говорят, ну неужели не стыдно? Пошла узнать, в чем дело. Говорят, она у нас не растет. Посеяли, как газон. Да какая же будет редиска? Конечно, будут одни цветы. И та вся съеденная абсолютно. Почему ее едят? Почему мою-то не так едят? Ну есть немножко дырки на редиске. Но корнеплод хороший. А потому что посеянная неправильная, ее вредитель должен убрать. Закон природы. Не нарушайте его. Редиску сеем на расстоянии 6 примерно сантиметров друг от друга сразу. Тогда будут корнеплоды хорошие. Вот между грядкой со свеклой, которую я посеяла вместе с вами, неделю назад она взошла сейчас поливать. Ее буду, потому что завтра продолжается и дождей нет. И между бахчами. Нашла местечко свободное, пока разрастутся плети. Здесь редиски снимем, несколько урожаев. Полила эту грядочку обильно, а не так поверху. Проверьте, промочили вы ее на 10 сантиметров вглубь или только поверху на полсантиметра. И вот теперь пальцем или палочкой делайте дырки сантиметровой глубины на расстоянии 6 сантиметров друг от друга. Сначала центральный ряд провели через 6 сантиметров. А теперь в шахматном порядке еще два ряда. Так вот ромбики получаются. Вот три ряда редиски будет. И теперь раскладываем семена. Сею редиску каждую неделю. Раскладывайте по семечку. Все будет отлично. И будьте с редиской. Закрываем сверху все сухой землей. Вот с боков присыпаем. И грядку мульчируем. Иначе все посохнет. Можете пленкой закрыть на пару дней. Можете несколькими слоями спонбонда старенького. Я вот его не выбрасываю, когда он порвется. Так, теперь закрываю спонбондом, чтобы его ветром не смесло. Досками закрепляю всегда. Они работают лучше, чем кирпичи. На пару дней влаги хватит. А дальше уже зайдут редиски. Так, я об арбузах увидела, что творят. Здесь, значит, многие обжавелись тоже каплей, по моему совету. И запустили ее на полную мощь, не выключая. Нельзя. Лучше всего делать арочный полив. Под корень его нельзя арбузом и дынем и тыквам пускать в воду. Вот по кругу. А потом замульчировать все песком, травой или чем угодно. Вот так вот поливаем. Если в некоторых лунках, как вот в данном случае, нет всходов, не горюйте. Очень хорошо на бахчан, среди тыквенных культур. Арбузы тоже сюда относятся. Посадить кукурузу. Лучше всего сладкую. В начале сентября будет готова вот так вот ее. Без замачивания. Вот на таком расстоянии друг от друга. 15 сантиметров. На глубину до 5 сантиметров. Кукуруза очень любит расти группой. Вот мы такую луночку красивую сделаем. И красиво будет, и полезно, и вкусно. Так, а здесь у нас кабачки. Вот их как много высыпало, но приходится допылять вручную. Срываем мужской цветок. Его видно, он без завязи. Вот обрывают и все. И вот здесь вот драгоценная его пыльца. И дотрагиваясь до цветков женских, производим опыление. Но это надо делать утром, сейчас они уже вот закрылись. Вот это мужские цветы, видите, у него нет плода. А вот эти женские, вот, с плодиком. И вот у меня здесь 5 кустов. Я не буду ждать, когда они заболеют. А заболеют кабачки обязательно. Это из года в год повторяется. С середины июля, когда начнутся холодные росы. Заболеют они мучнистой росой. И останусь без кабачков в разгаре лета. Чтобы этого не было, я сейчас вторую партию посею. Кабачок сорта ролик. Почему? Потому что его плоды, если их поддержать вот до полного возревания, очень хорошо хранятся зимой. Очень хорошо. В этом году они здорово вручали во время поста. Здравствуйте, друзья. Начнем работу с самых насущных проблем. Борьба с болезнями. В прошлый раз мы делали обработку полностью теплицы, растения, дорожки препаратом фарма-йод. Мы это делали для профилактики, поскольку растения у нас все здоровые. Но чтобы болезни не было совсем, обработки фарма-йодом нужно делать сдвоенными. То есть обработать еще раз через 3-5 дней. Вот как раз Галина Константиновна этим и занимается. Обрабатывает растения, землю, всю конструкцию теплицы, полы, раствором фарма-йода. А вот во второй теплице у нас проблема уже стоит во весь рост. Заболели наши баклажаны. Эта болезнь называется фузариозное увядание. Начнем лечение с почвы. Вся зараза идет оттуда. Во-первых, нужно улучшить дренаж. Фузария боится воздуха в земле. Для этого землю около растения протыкаем вилами как можно глубже. И туда зальем лечебные растворы. Это могут быть микробиологические препараты. Восток М1, Боксиб 2, Сияние 2. Или препараты от болезней. Новый препарат Фитоловин или Бактофит. Сделаем повышенную концентрацию препарата Фитоловин. Полфлакона на ведро теплой воды. Фузария любит холодную воду, а теплый боится. Поэтому делаем температуру поливной воды 40 градусов. И проливаем в эти отверстия. Работая с Фитоловином, точно так же, как с Фарма-Йодом, нужно повторить обработку через неделю. Это очень сильно эффективный препарат. Но он убивает не только вредных бактерий, но и полезных. Поэтому через 2-3 дня нужно будет обязательно в землю внести наших помощников бактерий. Восток М1 или Боксиб 2. От всех видов гнилей в почве на глубину до 20 см. Можно закопать таблетки глиокладина. Около каждого растения по 1-2 штуки. Многие дачники очень довольны работой пары препаратов «Здоровый сад» и «Икоберин». Это гомеопатические препараты. Внимание! Есть некоторые особенности приготовления рабочего раствора «Здорового сада» и «Икоберина». Берем пол-литра теплой воды, добавляем 6 крупинок «Здорового сада», 6 крупинок «Икоберина». Обязательно настроение, чтобы у вас было хорошее. Улыбаемся и по часовой стрелке встряхиваем до полного растворения крупинок. Затем доливаем до литра воды и обрабатываем все растения. Малину, клубнику и цветы, розы, овощные культуры. Все растения, которые у вас растут на огороде, все обрабатывайте этой парочкой. «Икоберин» называют экологический зонтик. Он защитит ваше растение, в первую очередь, от перепада температур. Посмотрите, какие сейчас холодные ночи. Ночью 7 градусов, а днем 37 в теплице. Эти препараты убирают нитраты из земли. Если вы поработали химией или внесли очень много навоза, это тоже нитраты. Препараты устранят перекосы в подкормках, и растения не будут болеть. Эти препараты будут бороться на вашем участке со всеми видами вредителей, даже такими злостными, как плодожорка. Чтобы обработки этими препаратами были эффективны, самое главное, их нужно применять каждые 3 недели. Срок ожидания у этих препаратов нет, поэтому можете работать прямо по ягодам. Зато получится экологически чистый урожай. На клубинке появилась белокрылка. Страшнее этого вредителя нет ничего. Не дай бог попадет в теплицу, все, урожая не будет. Обработаем этим раствором куст земляники. Можно прямо по ягодам. Через 3 недели не забудьте повторить эту обработку. Обработаем абрикосы от тли, этой же смесью, здоровым садом с аккаберином. Как видите, работаю без перчаток. Иногда попадает раствор на руки. От этого кожа становится мягче и моложе. Таким раствором можно протирать и лицо. Листья этой капусты поражены овощными клопами. В детстве мы их называли солдатиками. Чем можно помочь? Либо закройте спонбондом, либо обработайте природными препаратами липитоцит и либитоксибоцелин. Поскольку листья у капусты покрыты восковым налетом, и раствор с них скатывается, в раствор нужно добавить прилипатель. Вот такой липосам. Я советую этими препаратами запастись заблаговременно уже сейчас. Поскольку на юге нашей области, в Оренбургской области, скопились полчища саранчи и лугового мотылька. Стоит вот такая жара, и эти вредители могут появиться и у нас в любой день. Особенно битоксибоцелин очень хорошо работает на кожистых вредителях. Дорогие друзья, приходите в наш центр за всеми препаратами, которые я сегодня называла. И не забудьте купить семена, потому что еще не поздно сеять фасоль, горох, огурцы, кабачки, цветы, зеленые культуры, редиску. Желаю здоровья вам и вашим растениям. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает М-препараты, семена овощных и цветочных культур, природные препараты для обработки сада и огорода от вредителей и болезней, садово-огородный инвентарь, ленты капельного полива. Телефоны для справок. 9-545-165-2-252-305. Неделю назад цветной капусте дали. Помните подкормочку торфа и гелем плодородия Сибири, да и картошки тоже. Вот и сразу результат. Посмотрите, какие головочки завязались хорошие. Через неделю будем снимать первые головки цветной капусты. Сейчас я уже буду сеять пятый раз цветную капусту. Вот в таблеточке, видите, разложила по одному семечку. Вот, хорошо видны семена, они инкрустированы, ярко-зеленого цвета. Это гибриды голландские, фремонт и винсент. Сначала винсент поспеет в сентябре, а в начале октября фремонт. Вот, и сибирской селекции гибрида Снегурочка. Говорят, он идеален для заморозки. Вот эта вся капуста у меня пойдет на заморозку, на зиму. Выручит во время поста. Вот сейчас надо думать, как вы будете зимой жить, что будете кушать. Так, ну а капуста цветная, это уже пятый оборот будет, да? Капуста, вот эта сейчас через неделю будет готовая. На той грядке еще пять штук через три недели. Потом, вот, подходит капуста. В общем, где свободное место есть, видите? По четыре-пять кустов кругом, чтобы непрерывный конвейер все лето шел. Цветная капуста должна быть на столе у каждого, так же, как и редиска. Капуста и редиска у японцев считаются овощами долгожителей. Таблетки для набухания заливала не простой водой, а раствором торфогелия плодородия Сибири. И сюда посеял уже инкрустированные семена. Посадил дед репку, а также картошку, капусту, морковку, лук. И собрал он осенью, раньше, чем у него сосед, конечно. Большой и вкусный урожай. Потому что торфогелем плодородия Сибири поливал. Торфогель плодородия Сибири. Природное удобрение для здорового урожая. Здравствуйте, дорогие друзья. Сад все время меняется. Я сама выхожу на участок и вижу, что зацвели одни кустарники. Вторые. Вы знаете, за 15 лет работы я впервые сама вижу такое изобильное цветение черной бузины. А передо мной гортензии англисаммер. Здесь три сорта. При желании, используя алюминиевые квасцы, мы можем менять цвет этих гортензий. Единственное, хочу сказать, алюминиевые квасцы подходят для изменения расцветки цветов только для этого сорта. Гидронгея. Название само за себя говорит. Они любят влагу, кислую почву и влажность. Покупая гортензии, обязательно приобретите торфогрунт специальный, подкисленный для этих кустарников. Неважно, какой сорт. А потом можете сами подкислять. Берете в лесу из-под сосны хвоинки и подкладываете, во-первых, мульча, и во-вторых, создается кислая среда именно для этих растений. А здесь, посмотрите, два сорта. Я смотрю, пинг аннабел и вайт аннабел, то есть белый и розовый. Вот они полностью в бутонах. И еще несколько сортов. В этом году большой у нас выбор. Уже раскрывается метельчатая гортензия. Это называется примвай. То есть несколько сортов метельчатых гортензий. Даже крупные цветы удерживает этот стебель. Вот тем они хороши, метельчатые гортензии. Два только кустарника, гортензии и лопчатки цветут в течение всего лета. У них нет практически периода покоя. Мы каждый год предлагаем несколько сортов пузыреплодников. А вот этот сорт, Little Devil называется, такого темного цвета листья и красивые мелкие цветы пузыреплодник обычно использует для живой изгороди. Хорошо стрижется. С темными листьями получается красивая живая изгородь. Это из канадской коллекции. И поэтому впервые мы его в этом году предлагаем. Посмотрите, как в контрасте кустарники работают. С белыми краями. Дерен пестролистный. Пузыреплодник. Это у нас обычный пузыреплодник Диабло. И с желтыми листьями дерен пестролистный. Получается красивая живая изгородь. Но эти кустарники очень высокорослые. Растут быстро, к нашему счастью. До 60 сантиметров может быть годовой прирост. И поэтому я бы порекомендовала закрыть, допустим, забор или какие-то хозпостройки. Вот кустарники, которые можно использовать для этой цели. Сегодня мы говорили про декоративные кустарники. Но ведь они осыпаются поздней осенью. И сад всегда может быть интересным, ярким за счет хвойников. Посмотрите, они с зелеными хвоинками, с голубыми, с желтыми, пестролистные, вертикально, горизонтально, подушковидной формы. То есть, используя хвойные растения, можно продлить красоту вашего сада. Не бойтесь их сажать, несмотря на эту жару, потому что они все в контейнеры с хорошей корневой системой. Видите, они прекрасно себя чувствуют в нашем садовом центре. И, я думаю, хорошо будут чувствовать и в вашем саду. Единственное правило, как всегда, если взяли растения, возьмите специальный почвогрунт для хвойников. И первые три недели ни в коем случае не подкармливайте. Изумрудно-зеленый газон, наконец-то, у нас в продаже. Мы его привезли, постелили на ткань и продается вот такими вот кусочками. Разворачивается, вот он, один кусок рулонного газона получается. Это элитный газон, то есть, самый лучший, который на сегодняшний день существует. Я вот себе постелила такой рулонный газон, перезимовал великолепно. Рулонный газон можно приобрести только в Куромыче. На всех площадках нашего садового центра вы можете купить и кустарники, и многолетники, однолетние цветы, хвойные растения и все сопутствующие товары. Я вам желаю красивого, цветущего и интересного сада. Садовый центр Веры Глоховой приглашает за саженцами плодовых и декоративных культур. По адресам в Самаре, Волжское шоссе 7, это в районе поселка Управленческий, Тольятти, село Подстепки, улица Фермерская 1. Внимание! Открылась новая площадка садового центра в поселке Куромыч. Справки по телефону 331-06-06. Так, подошла к концу наша программа. Мы собираем все, что у нас выросло. Давай, Лешка, дергай редиску, повезешь в Самару. Ну вот, на обед набрали, на салат хватит. А вот обращаю внимание, перед вами еще одна полоска между луком молоденькой редиски. Вот та редиска будет через неделю готовая. Так, я с вами на этом прощаюсь, а сама чем займусь срочно малиной? Ее надо отлить, потому что те дожди, которые прошли кое-где местами, были незначительными. Промочили землю буквально сантиметр. А нужно ее, под налив ягод, промочить на глубину до 30 сантиметров. Надо ее полить. И вот эти молодые подгоны, если они высотой стали более метра, обрезать для того, чтобы пошли боковые ветки. И благодаря такой формировке малины на следующий год даст в два раза больше урожая. Так, если мы, конечно, удалим слабые побеги, на квадратный метр оставляйте не более 15-18 побегов. Остальное, мелкие ветки, все удаляйте, чтобы кусты проветривались, меньше болели. На сегодня все. До встречи через неделю на канале Губерния. Редактор субтитров А.Семкин